Никакой вообще информации оно не несёт. Возраст у меня есть в профиле. На эфире говорить нельзя. У вас в модерненке есть запреты в еде? Не, на самом деле это всё стереотипы, что прям были какие-то запреты, что нельзя есть. Я просто стараюсь ограничивать себя в количестве конкретно вредной еды. Вот. Но в любом случае даже не запрещаю себе ничего. Поэтому, да. Как дела? У меня всё хорошо, отлично. У вас как? Ты ходишь именно в спортзал или дома тренируешься? Ну, у меня абонемент в зале на год. Но я, честно, я перестала у него ходить, потому что у меня очень мало времени стало с ведением блога и так далее. У меня в целом сейчас очень много дел разных. Вот. И поэтому, чтобы потратить столько времени на зал, типа, пока туда доедешь. Пока позанимаешься, типа, часа два. Потому что там тренировка, у меня всегда и кардио, и силовая после этого. И растяжка. Ну, то есть я всегда всё делаю. И как бы, чтобы не торопясь, и переодеться, и одеться, и так далее. Ну, то есть и потом обратно доехать до дома. Короче, это до хрена времени уходит. Поэтому у меня просто реально нет столько времени. Вот. А если даже и появляется, то я его трачу на какую-то там съёмку контента и так далее. Вот. Поэтому если занимаюсь, то дома в последнее время. А так, в целом, вот, был период, когда я прям в зал ходила прям по расписанию два или три раза в неделю. Вот. Ну, короче, и так, и так. Просто сейчас конкретно вот у меня не хватает времени на это. Вообще, я бы хотела заняться или танцами, или вот каким-то спортом. Именно не просто, типа, залом, не просто силовыми тренировками, а именно чем-то интересненьким. Но у меня тоже нет на это время. Поэтому как только оно появится, я точно всем этим займусь. Вот. Где будешь отмечать Новый год? Я буду отмечать Новый год на даче с семьёй моей и с родственниками. У меня дофига родственников. И мы все вместе там собираемся. Мы даже Тайного Санту придумали. Короче, у меня двоюродный бренд организовал онлайн. Есть, короче, сайт Тайного Санта. Мы все там зарегистрировались. Вот. Мне выпал кое-кто. Не буду говорить, потому что тут может быть кто-то из моих родственников. Вот. А это же секрет. Это же Тайный Санта. Пока что я не знаю, что я буду дарить. Я ещё ничего не покупала. Времени уже не хватает. Но придумаю что-то. Но мне выпал хороший человек. Ну, в плане того, что все хорошие, но просто есть люди, которым я вообще не знаю, что подарить. То есть я вообще не представляю, что бы я им подарила. Вот. А тут хороший вариант. Вот прям один из лучших, я бы сказала. Нет, не лучший, конечно, вариант. В плане того, насколько легко придумать подарок. Но хороший вариант. Поэтому я рада в любом случае. Я надеюсь, что меня угадают, когда я подарю подарок. Надо что-то оригинальное. У меня время 12 с чем-то. Когда планируешь провести следующий эфир? Кстати, не знаю. Ну, это всегда спонтанно, когда у меня есть свободное время, я провожу. Ну, вот сейчас вообще, по идее, я уже должна спать. То есть это, по идее, не свободное время, а время сна уже. При том, что мне еще смыть макияж. Вообще желательно голову помыть от этого всего. Но, видимо, я утром буду мыть. И потому что потом еще сушить. А я не люблю сушить. Я люблю, когда у меня просто сама голова высыхает. А с мокрой ложиться типа нельзя. Потому что я простыну, заболею как-нибудь 100%. Даже если в закрытом окно буду спать. А ждать, пока она высохнет, это долго. Мне помыться, короче. Еще до хрена всего. И я же не лягу сразу спать, как только я помоюсь. Поэтому, да. Вообще, по идее, я уже сейчас пойду. Вот мне интересно. Я ответила на вопрос. И его снова пишут. В чем прикол? Ногти у меня все. У меня уже. Им плохо. Животные, да. У меня две собачки. Одинаковых. Они брат и сестра. Просто из разного помета. Или как-то. Блин, не из помета. Помета-то не то. Ну, в плане. Не у собак вроде бы. Ну, у собак. Или у собак тоже помет называется. Не помню. Ну, короче. Типа, у меня один пес на два года старше другого. Но они от одних и тех же родителей собачек. Вот. Две мальтийские баллонки. Беленькие такие. Типа, у тебя есть розовая тушь и меня с собой следа скажут, что у меня нет? У меня только черная. Если вы выбрали вот эту вот новую. Да, я из Москвы. Есть расписание, по каким дням ты учишься и выполняешь задания? Нет. Я учусь на домашнем обучении, кто не знает. И я делаю ДЗ, когда у меня есть время. Вот, честное слово. У меня нет никакого расписания. Мне нравится такая тема, что типа выполнить в начале четверти все. Ну, грубо говоря, там, допустим, четверть-два месяца. Ну, даже за первый месяц типа все выполнить. И потом месяц прям, чтобы упорно заниматься или видением блога, много снимать или там еще на что-то сделать, акцент. Вот. Мне нравится такая тема. То есть как бы усердно занимаешься, а потом отдыхаешь. Ну, то есть так типа понемногу мне сложно. Как бы надо или вот сесть и делать, или не делать вообще. Вот. Поэтому я люблю делать так. Но чаще всего так, конечно же, не получается. То есть сесть и заставить себя сразу дофигища всего сделать. При том, что как бы я же от жизни никуда не улетаю, да? То есть я в любом случае должна вести блог, у меня в любом случае модлинг, у меня еще репетиторы, ИДЗ к репетиторам. У меня вообще дофига всего. И как бы... Как бы да. Вот. Поэтому делаю, когда могу. Как-то так. Почему всех так интересует, сколько у меня времени? У меня 12... 13. 12 часов ночи, 13 минут. Как зовут твоих собак? Собак зовут Лаки и Ричи. Лаки девочка, она по-младшим. Ричи мальчик, он по-старшим. Честно, я постоянно с боя сколько лет? По-старшему вроде 5, а младшей 3. Есть туша Дарлинг. Если да, то как? Стоит покупать. Если нет, то планируешь ли купить? Ну, да, она нашмеш. Я кучу раз о ней все слышала. И абсолютно разные отзывы, мнения и так далее. Но у меня ее нет. Буду ли я покупать? Не знаю. Ну, то есть, можно купить типа для обзорчика, чтобы вам снять. Вот. И в целом попробовать. Но, не знаю, меня настолько устраивает моя тушь, которая у меня сейчас, что как бы я и даже не задумываюсь о покупке еще другой какой-то. Ты живешь одна? Нет. Я живу пока что с родителями. Но у меня стоит цель. Но это больше у меня челлендж, короче, идет в Инстаграме. Как я выхожу на стабильный заработок 200 тысяч к 16 годам, чтобы переехать от родителей. И это как бы реально. То есть, я с ними договорилась, что если я выйду на стабильный заработок. Понятное дело, что я сейчас иногда зарабатываю такие суммы, но это не стабильный заработок. И я хочу именно подключить к этому блог, чтобы с блога стабильно зарабатывать эти деньги. Пока что я особо не продаю рекламу, потому что я считаю, что у меня не настолько много подписчиков, чтобы постоянно ее продавать. То есть, если мне какой-то бренд понравится или какой-то личный аккаунт, на который бы я сама подписалась или теми продуктами, которые бы я сама пользовалась, я это рекламирую, окей. А так, в целом, на рекламу я не беру все подряд, потому что... Ну, а зачем? Я не хочу этим захламлять блог свой. Мне самой как бы не нравится, когда у блогеров дофигища рекламы, поэтому я считаю, что это не нужно пока. Но в целом, как бы, у меня вот такой вот челлендж стоит в институте. Вот, я как бы с родителями договорилась. Как бы я реально буду переезжать, если да. Поэтому, возможно, в 16 лет я уже буду одна жить. Это, конечно, будет интересно. Вот. Я в девятом классе. Почему домашнее обучение? Потому что для меня и для моих родителей, в целом для нашей семьи, намного важнее какие-то дополнительные занятия, какие-то интересы помимо школы, потому что благодаря каким-то дополнительным занятиям и так далее, дети, подростки и так далее ищут себя, ищут свое призвание, потому что в школе, ну, то есть, как его найти, то есть, какой предмет тебе нравится, исходя из этого, искать себе профессию, ну, как бы, такое себе. Вот. Поэтому намного важнее как-то развиваться вообще во многих областях. И я училась до этого в частной школе, и там у меня школа была, короче, до шести. С девяти утра до шести вечера. Ну, то есть, рабочий день. Реально рабочий день. Вот. То есть, как работа. И я приходила домой, у меня было еще дофигища дозе, поэтому спасибо, не надо. Ну, короче, у меня просто не хватало времени на какие-то дополнительные свои занятия, даже элементарно на спорт. А я все же занимаюсь спортом, для меня это важно. Вот. И в итоге перешли в домашнее обучение, чтобы было больше свободного времени. Вообще, это изначально была идея родителей, даже не моя. Вот. Такой прикол. Розовую тушь собираюсь ли я купить? Да нет. Мне черная нравится, я не хочу менять ее. Я из Москвы. Привет всем. Каким спортом? Сейчас я просто за силовые трени делаю. На кого учишься? Я учусь в школе, ребят. Насколько лет я выгляжу, просто не укладывается, как я могу быть старше тебя. Продолжение следует... Продолжение следует...